Рик Уоррен. Четыре основные жалобы на основе проведенного опроса в одной из церквей США. Церкви, а особенно проповеди, скучные. Проповедь не связана с моей жизнью. Эту жалобу я слышу больше всего. Поразительно, что церкви могут взять самую удивительную книгу в мире и наводить на людей скуку. Они могут каким-то чудом обратить хлеб в камни. Проблема скучных проповедников в том, что они вызывают мысли о том, что Бог скучный. Исходя из этой жалобы, я исполнился решимости, как сообщать Слово Божие практически и интересно. Чтобы быть библейской, проповедь не должна быть скучной, а изложение доктрины не должно быть сухим. Далекие от церкви люди просят не о разбавленной проповеди, но о практической. Они хотят в воскресенье услышать что-то такое, что можно применить в понедельник. Следующая жалоба. Члены церкви недружелюбны к посетителям. «Когда я иду в церковь, то хочу, чтобы меня принимали, а не ставили в неловкое положение». Многие далекие от церкви люди говорили мне, что им кажется, что церковь – это замкнутое общество. Когда они не знали внутренние терминологии, песен или порядков, то чувствовали себя глупыми, и им казалось, что члены церкви смотрят на них с осуждением. Самая большая эмоция, которую испытывали неверующие, придя на богослужение – это страх. В результате этого мы приняли решение, что в церкви «Седлбэк» мы сделаем все необходимое для приема посетителей, чтобы они почувствовали себя желанными, чтобы их не разглядывали. Следующее. Церковь больше интересует мои деньги, чем я. По причине очень явных усилий по сбору фондов со стороны телепроповедников и других христианских организаций, неверующие невероятно чувствительны к призывам о деньгах. Билл Хайбиллс обнаружил, что это самая большая жалоба в его местности, когда он там проводил подобный опрос. Многие считают, что пасторы заняты только деньгами, роскошные церковные дома только добавляют масла в огонь. Мы решили откликнуться на эту жалобу, сопровождая сбор пожертвований объяснением. Мы объясняем, что пожертвования делают только те, кто состоит в нашей церковной семье. Мы объясняем, что посетители не обязаны давать деньги. В нашем городе множество молодых супружеских пар, поэтому нас не удивило, когда мы встретились с подобной жалобой. Церковь должна заслужить доверие родителей. В церкви было принято и распечатано руководство для нашего детского служения, чтобы обеспечить безопасность и качество ухода за детьми. Если вы хотите привлечь молодые супружеские пары, у вас должна быть превосходная программа для детей. Иисус велел своим ученикам быть стратегами в евангелизации. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея 10.16 В футболе успешные команды знают, как просчитать защиту. Когда нападающая команда выстраивается для игры, полузащитник смотрит на команду противника, чтобы увидеть их порядок. Он заранее старается разобраться, как будет реагировать защита и какие препятствия могут помешать совершению игры. Если полузащитник этого не делает, то его обычно ожидают неудачи. В евангелизации просчитать защиту означает понимать и предварять возражения верующих, прежде чем они их выразят. Это означает думать с позиции неверующих. В проведенном нами опросе я увидел самое интересное то, что ни одна из жалоб неверующих в нашем районе не была богословского характера. Я не встретил ни единого человека, который сказал бы, я не посещаю церковь, потому что я не верю в Бога. Но я встретил множество людей, говоривших, я верю в Бога, но мне кажется, что в церкви нет ничего, что мне нужно. Большинство далеких от церкви людей не атеисты. Они неправильно информированы, от них отвернулись или они слишком заняты.